А перед началом просмотра советую пойти в мою группу и участвовать в конкурсе на три сета, рарочных сетов Доту, на Лину Кунку и Фантом Лансера. Сеты довольно красивые и любым новичкам или любителям игры в Доту советую поучаствовать. Приятного участия и приятного просмотра. Всем привет, с вами снова Сердерис и как я обещал, эдак недавно, я по результатам опроса буду делать новую рубрику под названием Чернь Сети. Кто не знает, что такое Чернь, загуглите, просто гуглите. И первая часть будет говориться о таком виде людей в интернете, как хейтеры. Я когда-то уже, кстати, делал об этом видео, ну что-то наподобие этого видео, но сейчас я буду всё рассказывать по-другому и вообще всё рассказывать, можно сказать, так. И, собственно, поговорим мы не только о хейтерах, как о хейтера человека, но и как о хейтерах субкультур, о хейтерах фан-клубов и прочего. И также хейтеров именно какой-то даже, какого-то произведения, просто, например, книги, фильмы, музыки и прочее, 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 прочее. И, собственно, ну давайте-ка начнём. Сначала скажу, кто такие хейтеры. Если, вдруг, кто-то не знает такого определения слова, хейтеры, это люди, которые по непонятнейшим причинам, точнее, в основном-то они понятны, это, в основном, это является завистью или желанием проявить себя как великого критика, то есть такие вот люди. И, в основном, они выражают только ненависть к тому или иному человеку или произведению, или субкультуре, или фан-клубу, чего-то. То есть вот так вот. То есть, например, может быть так, что вот этот хейтер, он ненавидит, например, Майли Сайрус, а вот хейтер, который уже справа от него стоит, он ненавидит, например, субкультуру брони. Или фан-клуб МЛП. То есть, ну, как бы это, в основном, разное понятие субкультура брони и фан-клуб МЛП. Ну, просто по делу самому, это довольно разные вещи. И, собственно, они, как я уже сказал, они ненавидят всё это. Они высказывают негодование, и при этом, как бы, у них, в основном, кроме зависти, ничего нету. Ну, в основном, это у многих ничего нету, кроме зависти. Но есть, конечно, другие виды брони... ой, брони... хейтеров, которые уже, знаете, говорят как-то, что ли, чуть более вещественно. То есть, нету ни зависти, ничего. Но есть другое. То есть, например, есть такие хейтеры, которые не видел, не смотрел, обсирать хочу. Многие, наверное, сталкивались с этим. Я очень часто с этим сталкивался. То есть, я помню, когда-то я сидел в какой-то конфе, и, собственно, там был такой момент, что там кто-то сказал, типа, кто-то про Ивангая начал говорить. Кто-то сказал, что, типа, ну, я ненавижу Ивангая, хватит о нём разговаривать. Такой, я, я, как любопытный человек, конечно же, его задал вопрос, почему же ты ненавидишь Ивангая. И мне, ну, мне такой последовал вопрос, ой, ответ, вопрос, хотел сказать, ой, хотел сказать ответ, сказал вопрос, что ты заговариваешь. И мне последовал такой ответ, но такой, я, типа, не смотрел, его ненавидят все, и ненавидеть буду я. То есть, внушённые хейтеры тоже очень популярная, скажем так, субкультура хейтеров. И, то есть, они, как бы, не знают, что это, они не знают, как это, и они ненавидят это. То есть, например, бывают такие, то, что, типа, вот они там услышали, мол, вы говно, давайте хейтите это. И, вот, пошли вот такие хейтеры, даже те, кто не знает, что такое МЛП, как расшифровывается МЛП. Ладно, они ненавидят, я тоже буду ненавидеть, и вот подобное. То есть, и так распространяется, распространяется, и вот эта ненависть переходит на что-то. То есть при этом, возможно, от первых хейтеров, возможно, от того же самого MLP или того же самого Ивангая, ну, у Ивангая хейтеры это все, ну, половина 50 на 50 это завистники и те, кто внушённые. И, то есть, в основном, скорее всего, первые хейтеры чего-либо это именно, скорее всего, как раз эти завистники, то есть те люди, которые завидуют, там, например, заработку с этого, завидуют тому, что популярный этот человек и подобное. То есть, ну, первое, помню, было, где-то я вот смотрел там по видео, где, блин, уронил, пардон, на весь, не было слышно записи, то есть было видео, где человек, как бы, он обсуждает, как бы, помню, компании, то есть я не помню, как этот ютубер назывался, то есть он там обсуждал эти компании и было у него эдак, в тому времени было эдак у него по 200 тысяч подписчиков. И я просто заглянул, решил заглянуть в комментарии, и, кстати, видео было очень интересное, правда, я почему-то потом, ну, вроде он забросил в ютуб, что ли, либо когда-то там недолго его забросил, я не помню точно, или на новый канал перебрался, я не помню. И вот, короче, этот человек, и у этого человека под комментарий, короче, было такое, типа, сообщение, то есть, ну, блин, как такие скучные видео, вот, набираю такие количество лайков, почему такое убогое видео, там, вообще за него получает деньги этот автор, почему он вообще получает деньги с ютуба, удисть ютуба и прочее подобное, ну, и там ещё оскорбления, конечно же, были, но как без них, хейтеры без оскорблений не хейтеры. И, собственно, дальше уже начинают хейтить этого человека по полной, и, собственно, причём ещё даже так же появляются вот эти вот такие, подобным образом появляются так же внушённые хейтеры. И ещё вот, кстати, вот третий вид хейтеров, довольно очень редкий, очень редкий вид хейтеров, который я, правда, встречал очень редко, хейтеры, такие под названием, которые, ну, как бы, как бы, типа, они пытаются, чтобы ты сделал что-то лучшее, но при этом, когда ты делаешь что-то лучшее, они всё равно тебя ненавидят, и вот как бы так происходит. То есть, помню, было дело, да, с монтажом, когда я говорил, то, что, типа, у меня нет времени на монтаж особо, мне тогда говорили, типа, блин, ну, ты не монтируешь всё видео говно, зачем ты вообще делаешь видосы, если ты этим вот так серьёзно занимаешься, я такой просто, ну, блин, ладно, всё. Я для отмазки и левому обузу начал убить, конечно же, вот этим, с помощью уже монтажа всё это, это стало, скажем так, не особо популярно, увеличил популярность моего канала, но, ладно, всё равно спасибо этому. Но, я бы сказал спасибо человеку, но он меня продолжал хейтить, типа, вот, всё, ладно, монтаж добавил, но всё, монтаж говно, видео говно, зачем ты делаешь видосы и подобное. И, вот, много так, к чему, например, к начинающим писателям, начинающим музыкантам, к начинающим певцам, к начинающим тем самым ютуберам, к всему это такое происходит, то есть, приходит человек, который говорит тебе, чтобы ты добился больше, когда добиваешься больше, он тебя, собственно, тоже обстирает и подобное. И, как бы, очень редкий вид хейтеров, я ещё, как я уже сказал, я их мало видел, и, собственно, прикол-то в том, что от вот этих хейтеров зачастую появляются внушённые хейтеры, вот именно туда этих, как я заметил. То есть, появляется вот такой человек, он обстирает то, что ты даже делаешь, как он говорит, то, что, типа, о-о-о, там, вот, ты делаешь и подобное, и ты делаешь, он всё равно хейтит, и, ну, тут он увидит, тоже начинает хейтить, потому что в интернете все люди без собственного мнения, да, внушённые хейтеры — это люди без собственного мнения, потому что внушённые. И, собственно, вот так развивается какая-то интернет-ненависть постоянно какому-то персонажу интернета. Также развилась ненависть к тому же самому Джатину Биберу, то есть я не считаю его плохим певцом, вообще не считаю его плохим певцом. Наверное, один из немногих, кто не считает его плохим певцом, и я его не хейчу, кстати. Ни разу не хейтил Джатина Бибера, ни разу, кстати, не хейтил 50 оттенков серого, что там ещё хейтит-то в основном, я уже не помню, но ни разу не хейтил Иван Гая, ни разу не хейтил Донкара, Лайкера, прочих, Вивиса, Сахара, ни разу никого не хейтил, вот, вообще ни разу. Я вообще хейтить не люблю, и хейтом вообще ни разу не занимался, по сути дела. Я, если и делаю какие-то сообщения, какие-то, знаете, бушующие, то делаю их в виде реальной критики, то есть как рецензии на какое-то видео, на какую-то песню, книгу, фильм. То есть если я её увижу, оценю, то только так я уже начинаю её именно критиковать, а не хейтить к тому, как делают это многие люди. То есть даже многие люди, которые вот как бы делают такие вот типа оценки, то есть типа, например, прошли там какую-нибудь игру, к примеру, прошли там Ведьмака 3, им не понравилось, сейчас игра говно, и всем внушает то, что игра говно, не стоит покупать, и прочее, прочее, прочее. И так вот, например, тоже и появляется ещё и интернет-ненависть к каким-то играм, к каким-то издателям, при этом тоже внушённых хейтеров появляется ещё больше. И вот это вот очень странно, и я вот не понимаю суть вообще всех этих хейтеров, если честно, вообще не понимаю суть хейтеров, суть хейтинга самого по себе. И мне как кажется, это совсем не нужная вещь в интернете. Зачем хейтерить, если можно, к примеру, помочь, или можно, к примеру, просто как бы не смотреть даже. То есть мышцы хейтеров, они как бы сами того не замечая, то есть они всё равно как бы так или иначе помогают тем, кого они хейтят. То есть, например, вот заходит какой-то хейтер на канал Ивангая, видит новый видос, пишет в комментариях Ивангей, ставит дизлайк, то есть не посмотрев, ставит дизлайк, уходит. При этом подняв рейтинг канала, рейтинг видео, и потом ещё множество таких же прибегут, тоже опять напишет Ивангей, поставит дизлайк, и ещё рейтинг канала увеличится, и рейтинг самого видео тоже увеличится. То есть, так или иначе, все хейтеры, они довольно полезные, но при этом я не могу понять суть хейтинга самого по себе. Вот вообще понять не могу, и, честно, вот поэтому-то я и сторонюсь вообще вот этого, то есть зачем хейтерить то, что вы, собственно, как бы сами-то, возможно, не понимаете. Наверное, многие хейтеры сами не понимают, зачем они хейтят что-то, мне так кажется. Либо многие хейтеры это боты, всё может быть, вдруг реально все хейтеры это боты какие-то, с кем-то созданные, может, Биллан Гейтс, кто может знать, что творилось в голове этого человека. И, то есть, я, как уже сказал, я не понимаю хейтеров, я не понимаю, зачем они нужны в интернете, то есть какую они роль в себе несут. То есть для меня интернет это то же самое, что и в... то, что и в жизни, то есть каждый должен... каждый тип людей должен вести какую-то в себе роль. То есть ютуберы развивать медиа-сферу, музыканты развивать тоже медиа-сферу, по сути-то дело, игроделы развивать игровую сферу, и, например, люди, которые делают группы, именно хорошие группы, то есть плохие группы. То есть об этом тоже будет одно видео отдельное, черниль из сети. То есть хорошие группы делают, они развивают новостную сферу интернета, то есть они развивают... То есть каждый тип людей должен что-то развивать в себе, не в себе, а в интернете, ну и в себе, конечно, тоже. Развивать в себе это довольно тоже прелестно. И поэтому-то как бы... поэтому-то я вот и говорю то, что очень непонятны хейтеры и суть хейтинга. То есть зачем, почему вообще, как это работает. То есть вот так вот. Ну, на этом я, пожалуй, закончу. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Свердый Лис. Всем удачной недели. Всем пока. А перед тем, как вы заботитесь об этом видео вообще, советую подписаться в группу Онлайн Геймер. Аннотацию вы видите на экране. В описании есть ссылка на эту группу. Группа моих друзей. В ней вы можете найти новости, отзывы, рецензии на разные игры. Также всякие моменты из вообще игрового мира. То есть что-то, что связано с играми, с игроделами и прочее, прочее, прочее. Всё, что вы можете узнать об играх, вы можете узнать там. Собственно, подпишитесь на эту группу. Поддержите моих друзей. Очень хорошая группа. Всем удачи. Всем пока.